всем привет меня зовут наташа и добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас с вами будет очень много разной косметики причем и уходовой и декоративной будет обзор уходовой линейки от корейского бренда малджи также пудра от golden rose хайлайтер от латуаж и также целых 4 палетки тени revolution про из линейки color focus но прежде чем мы приступим обязательно подписывайтесь на мой канал поскольку на моем канале много всего интересного обзоры декоративной уходовой косметики парфюмерии разные макияжи и образы также подписывайтесь на телеграм поскольку там каждый день живое общение также на яндекс дзен на сообщество вконтакте и на рутуб подписываемся не ленимся с чего мы начнем разговор пожалуй с уходовой косметики эту всю косметику корейскую малджи мне предоставил магазин korean world в одном из предыдущих видео я вам рассказывал о корейском бренде люксом рент кей и в общем то в посылке с рент кей мне еще положили много средств от малджи да кстати на всякий случай я оставлю тайм-код именно где я начну рассказывать про декоративную косметику так что если вам про уход будет не очень интересно под видео можете нажать на тайм-код и перейти к обзору непосредственно всяких тенюшек пудрочек и так далее что касается магазина korean world то это вполне достойный магазин корейской косметики где огромный ассортимент в том числе там не только косметик еще разные другие товары из кореи сейчас у них есть склад в москве то есть можно заказывать не только из кореи доставка будет более быстрый ну и никаких в принципе проблем с доставкой именно из самого магазина korean world тоже нет поскольку используются разные транспортные компании доставка в пределах трех недель также korean world есть на вайлбрис то есть продавец называется не korean world а бренд кей корея так что если вы хотите получить оригинальную корейскую косметику но вам не хочется заказывать откуда-то слишком издалека то можете вполне заказывать с вайлбрис только ищите продавца бренд кей корея что касается вообще самого бренда вот этого уходового малджим я очень давно уже знакомы с этим брендом впервые познакомилась больше двух лет назад с этим брендом у меня даже есть обзор на косметику уходу от этого бренда был он очень давно и что мне понравилось в этом бренде ну во первых это сравнительно недорогой сегмент то есть не прям какой-то супер бюджет у них есть средства и подешевле и подороже их флаконы просто конечно поражают сыворотки всегда в стекле причем это настолько толстые качественное тяжелое стекло что знаете многие люксовые бренды могут вообще позавидовать и есть дозаторы практически всегда вот я мне кажется у меня не было средств от малдерем сывороток у которых не было дозаторы это всегда на мой взгляд удобней чем пипетки намного удобней гигиеничней и все такое прочее в общем как вы поняли бренд малджим я люблю давно в этот раз мне досталось четыре сыворотки и два крема все эти сыворотки плюс-минус на мою кожу оказали похожее воздействие конечно у всех у них разные ингредиенты и у сывороток и у кремов но плюс-минус похожие действия на мою кожу они оказались сразу хочу сказать вся эта косметика мне очень понравилась поскольку здесь в принципе ну я конечно же не врач дерматолог там и так далее по моему мнению диванного эксперта здесь в этой косметике умал джим что в той косметике которую я когда-то пробовала нет каких-то вредных ингредиентов ну это на мой как бы такой поверхностный взгляд косметика вся cruelty free нет парабенов нет вредных масел в общем в этом плане все хорошо экологично чисто полезно для кожи ну давайте с чего мы начнем с чего начнем давайте начнем со средства с кислотами и с витамином c у меня здесь есть сыворотка и крем то есть это два средства дополняющих друг друга которые нужно использовать совместно эта сыворотка называется brightening glow serum с h и кислотами и витамином c ну и соответственно такой же крем не brightening glow что хочу сказать текстура у этой сыворотки жидковатая цвет такой знаете интересный желтенький у меня почему-то ассоциируется вот мед и лимонут я прям смотрю на эту сыворотку прям мед лимон ну вообще прикольно конечно выглядит и также упаковка крема а вот этот крем он весит я не знаю сколько вот как тяжелый кирпич просто конечно шикарные упаковки я просто вообще в восторге если честно не стыдно вот поставить на туалетный столик это будет украшать и выглядит дорого вот так вам в гости придут и скажут ничего себе какие стеклянные красивые баночки ну да ладно это я что-то отвлеклась на такой эстетический момент как я уже и сказала сыворотка имеет дозатор она жидковатенькая все эти сыворотки и крема практически не имеют какого-то запаха или одушки но особо я ничего не чувствую может быть что-то слабое косметическое есть но практически аромата не ощущаю и это большой плюс для тех кто в принципе не переносит аромат у кого ароматы вызывают какую-то аллергическую реакцию одного нажатия такой сыворотки что вот этой с витамином c кислотами что других хватает для того чтобы распределить ее и на лицо и на шею и на зону декольте я если честно иногда даже пользовалась половиной нажатия настолько это экономично все эти средства я уже хорошенько протестировала конечно половины я не зарасходовала потому что в принципе они экономичные ну и как бы я уже для себя приблизительно поняла что ждать от этих средств как я уже сказала вот эта сыворотка с ячей кислотами витамином c что это означает с ячей кислотами значит обладает отшелушивающим свойством эти средства обладают очень мягким отшелушивающим свойством то есть если вы новичок в кислотах но хотите начать ими пользоваться то я бы вам рекомендовал вообще многие средства умал джим которые с кислотами они имеют именно такой щадящий эффект то есть это средство на каждый день на каждый день чтобы у вас лицо не было красным и не слизала просто кожа слоями это щадящее средство с кислотами плюс здесь добавлен витамин c для того чтобы как-то взбодрить ваше личико для того чтобы придать ему более свежий вид и какой-то тонус мне средство нравится потому что кислотами я пользуюсь но я пользуюсь именно такими щадящими кислотами которые не сильно раздражают кожу которые уместны для ежедневного применения так что мне это нравится здесь объем у сыворотки 40 миллилитров у крема 50 миллилитров крем обладает очень легкой гелевой текстуры ну конечно не такая жидкая как у сыворотки но он очень легкий гелевый то есть на мой взгляд средство может вполне подойти и для жирной кожи поскольку не будет утяжелять крем имеет легкую текстуру и для нормальной кожи но и для сухой кожи естественно тоже подойдет потому что очень мягкое действие кислот что касается остальных средств у меня здесь есть еще также сыворотка с кремом то есть у меня крем не для всех как бы сывороток есть но есть еще крем для сыворотки интенсивный вот есть у меня turn over intensive serum и такой же turn over intensive intensive facial cream все так же упаковки здесь везде шикарные что касается вот этих средств это средство с неоцинамидом и пептидами слово intensive да уже может вам подсказать что то здесь будет интенсивное что конкретно ну давайте начнем наверное с текстуры сыворотки текстура этой сыворотки чуть более густая чем у предыдущей то есть естественно не как крем густая но уже чувствуется какая-то такая легкая гелеобразная текстура больше питания для кожи больше увлажнения обычно дают сыворотки с подобными текстурами и это действительно так то есть интенсивно здесь проявляется именно в большем питании большем увлажнении что касается крема текстура здесь такая же как у предыдущего крема легкая и гелевая в составе неоцинамиды и пептиды что дает нам неоцинамид неоцинамид ну во первых это убирает покраснение борется с акне черными точками также с расширенными порами очищение пор то есть если вы хотите чистые поры чистую в принципе кожу то неоцинамид вам с помощью ну и плюс пептиды пептиды естественно больше направлены как-то на анти-эйдж эффект ну в целом моя самая любимая вообще вещь вот из всех тех что здесь представлены это именно интенсивные версии поскольку сейчас уже наступила осень моя кожа уже и жирный начала перетекать состояние нормальной и поэтому вот эта интенсивная версия мне нравится конечно на зиму мне этого не хватит но сейчас на осень отлично увлажняет отлично питает плюс я вам частенько рассказываю что периодически у меня проблемы с расширенными порами черных точек у меня нет воспаление периодически бывают у меня там попугай если что чирикает посторонние звуки не знаю что там там расчирикался так вот мне сейчас это подходит больше всего увлажнение питание плюс работа с порами для того чтобы они были чистыми отлично так что а если вы искали себе средства с недорогой ценой именно для того чтобы как-то успокаивать раздраженную кожу если у вас частенько какие-то проблемки с порами с прыщичками то присмотритесь к вот этой линейке turn over intensive serum сыворотка и крем я не буду сейчас рассказывать цены на каждый продукт потому что здесь всего много я вот где-то здесь цены вставлю ну и в любом случае все ссылки где это можно купить я также оставлю так вот это мои фавориты что дальше средства которые тоже мне нравится но он скажем подходит мне чуть меньше это сыворотка с алоэ и спирулиной знаете у них у вообще у всех этих сывороток разный цвет вот с витамином c такая да лимонно-медовая сыворотка с алоэ с зеленоватым оттенком сыворотка с церамидами галуроновой и гиалуроновой кислотой вот такого бежево-молочного цвета интенсивная сыворотка такая прозрачная белая интересные конечно сыворотки по цветам так вот сыворотка с алоэ и спирулиной у нее пожалуй текстура самая жидкая из всех что здесь представлены но тем не менее стырка хорошо увлажняет конечно не сравнится ее увлажнение с сывороткой интенсивной но тем не менее увлажнение на удивление я получаю пока что достаточное в состоянии моей кожи сыворотка очень быстро впитывается вообще в принципе все эти сыворотки крема они впитываются ну буквально моментально то есть умылись воспользовались тонером нанесли сыворотку и она очень быстро впитывается мы все знаем действие алоэ это прежде всего какое-то успокаивающее антисептическое возможно и всякие разные свойства что касается спирулины что делает спирулина в этой сыворотке сейчас засчитаем экстракт спирулины стимулирует синтез эластина и эндогенных парфи порфиринов знающие люди напишите что это такое эффективно восстанавливает минеральный баланс и питает кожу микро и макроэлементами повышает ее эластичность также входящий в препарат белки и спирулины позитивно воздействует на синтез эластина и активно проявляет противовоспалительную активность то есть получается что эти два компонента в этой сыворотке как бы дополняют друг друга и помогают друг другу мне кажется их действие похоже также в этой сыворотке есть любимое многими и мной в том числе цинтелла азиатской так что если вы перепробовали многие средства с цинтеллой хотите что-то нового каких-то новых компонентов то вот алоэ спирулина от малджин я не знаю есть ли крем дополняющий эту сыворотку но в принципе я думаю она не будет конфликтовать с каким-то другим корейским кремом который у вас может появиться мне сыворотка понравилась но пожалуй она не подойдет для очень сухой кожи для нормальной и жирной кожи отлично то есть несмотря на свою водянистую вот эту вот составляющую как текстуру она отлично увлажняет кожу короче мне понравилось дальше сыворотка которая пожалуй практически такая же густая как интенсивная сыворотка это deep repair serum с церамидами и гиалуроновой кислотой она как я уже сказала имеет такой молочно-бежевый цвет она более густая свойства гиалуроновой кислоты мы все знаем это прежде всего увлажнение кожи что касается церамидов в составе этой сыворотки периодически у меня появляются какие-то уходовые средства с церамидами но чтобы не говорить своими словами давайте я пожалуй зачитаю и так что же делают церамиды церамиды предотвращают потерю воды через эпидермис которая может привести к сухости кожи то есть одна из функций церамидов строительная она заполняет межклеточное пространство и поддерживает защитный барьер кожи то есть по идее здесь тоже компоненты которые помогают друг другу да они усиливают возможно действие друг другу то есть гиалуроновая кислота она напитывают кожу влагой насыщают влагой а церамиды предотвращают потерю этой влаги ну вот как то так знаете диванный эксперт понял как то так то есть получается что в плане увлажнения эти сыворотки очень даже похожи сыворотка deep repair и интенсивная сыворотка вот они пожалуй самые увлажняющие но почему-то мне как-то больше нравится интенсивный вот этот вот серум и крем не знаю почему может просто как-то моя кожа ощущает себя более легко и приятно а если можно это так сказать то есть в целом на я оцениваю бренд малдрим по пятибалльной шкале это 5 из 5 потому что это сравнительно недорогая цена качественные ингредиенты обалденные упаковки и можно выбрать средства именно с каким-то более направленным действием что вам больше нужно что вам конкретно необходимо в данный момент отшелушивание увлажнение борьба с высыпаниями либо просто у вас недостаточно увлажнение поэтому все ссылочки оставлю я довольна этой косметикой буду с удовольствием всем этим продолжать пользоваться дальше ну что ж дорогие друзья с чего мы начнем с чего декоративного вообще сегодня в плане декоративки у нас новинок не будет будут старинки которые я купил давно но никак не могла вам о них рассказать и начнем давайте с пожалуй с пудрочки пудра golden rose nude look sheer baked powder это пудра сияющая запеченная я ее покупала на wildberries в районе наверное 500 рублей почему-то очень странно что эта пудра в одном оттенке вот я не встречала в россии в продаже ее в другом оттенке один единственный оттенок nude glow и этот оттенок темный все лето я пыталась пользоваться этой пудрой но мне все равно казалось что мое лицо выглядит недостаточно загорелым для того чтобы пользоваться этой пудрой текстура у этой пудры ну не слишком шелковистая я бы сказала немного суховатая пудра достаточно сильно спрессована набирается на тоненьким слоем эффект она дает сатиновый я бы сказала даже прям такой хороший сияющий но мне эта пудра не сильно зашла именно потому что вот никак и не могла слиться с вот этим оттенком когда ее наносила мне казалось что разница между лицом и всем остальным была слишком сильно заметно лицо выглядело более загоревшим целом как эта пудра выглядит на лице неплохо как и любая другая обычная сатиновая пудра я не могу сказать что она выглядит лучше чем например пудра от vivienne sabo сияющая которую я люблю пудра от catrice сияющий пудра турецкая bucket choice от как же этот бренд называется top face в общем это пожалуй самое последнее место в рейтинге сияющих пудр неплохо но я ее покупала где-то рублей за 500 можно найти и пудры подешевле сияющие так что я не знаю неплохо но не стоит вообще совершенно искать ее гнаться за ней если она у вас есть то напишите свое мнение в комментариях в общем меня она честно не зацепила неплохо но так чтобы тратить на нее 500 рублей тем более выбор оттенка до один-единственный она подойдет немногим даже по параметру оттенка так что пудра ну честно говоря мимо рука особо не тянется а дальше у нас будет более интересная крутая вещь это хайлайтер от белорусского бренда латуаж жидкий хайлайтер в оттеночке у меня 601 такой розовый дуахром чик мне этот хайлайтер давным-давно посоветовала одна моя зрительница за что большое спасибо и я купила его тоже давно я уже 150 раз успела его поносить потестировать сейчас вам расскажу текстура для хайлайтера вполне стандартная для жидкого я имею ввиду довольно легкая не слишком густая текстура здесь вся фишка в красоте оттенка оттенок нереально красивый это дуахром без каких-то активных блесток он до хромет из розового фиолетово голубой причем он не дает такого эффекта плотного оттенка это полупрозрачный оттенок который как-то не подчеркивает текстуру кожи не лежит полоской более того этот хайлайтер фиксируется причем фиксируется он настолько что если потереть хайлайтер вот так пальцами он останется на месте то есть огромный плюс да то что он не оставляет какого-то жирного эффекта подвижного фиксируется и нереально крутой оттенок плюс можно вот так туда-сюда поворачиваться и в целом нельзя будет увидеть какую-то плотную полоску на лице короче хайлайтер от латуаж просто шикарный кстати когда-то давно у меня уже был обзор на латуаж по моему на жидкие их тени также там блески для губ были и хайлайтер рассыпчатый так что это еще одна крутая вещь от бренда латуаж это бренд вообще ни грамма не разрекламированный не так много обзоров посвящено этому бренду но если честно я не понимаю почему потому что латуаж просто куча крутых средств вот этот хайлайтер также крутой и если моя зрительница мне не посоветовала его попробовать именно в этом оттенке 601 возможно я бы и не обратила внимание как и многие другие так что хайлайтер я рекомендую он недорогой стоил там в районе наверное 300 рублей и обязательно посмотрите мой обзор про жидкие тени от латуаж возможно тоже что-то там себе присмотрите и дальше у нас палетки теней целых 4 палетки теней от бренда дочернего makeup revolution revolution про у меня уже был давным-давно обзор на палетку из вот этой линейки такая она с темно-бордом таком оформлении она называлась тут воде а я ее уже продала она мне нравилась но пожалуй не настолько чтобы ее оставить поэтому теперь у этой палетки есть своя счастливая обладательница ну а у нас обзор будет на палетку ньют он night and day of n stone и на палетку урок android я все эти палетки покупала ну очень но больше года назад я их покупала с этом в одной такой знаете коробочки черный с выдвигающимися такими ящичками сет был из пяти штук одну я обозрела а вот эти ну никак не могла до не дойти но одна моя зрительница недавно мне напомнила попросила меня сделать обзор на вот палеточки из этой линейки от revolution про с какой мы с вами начнем ну давайте самый наверное простенькой это палетка ньют он ньют вообще конечно оформление мне нравится у этих палеток типа под кожу зам знаете все красиво аккуратно внутри есть зеркальце палетка ньют он ньют вот что это за ньют это ньют такой розоватый тепленький розовато бордовый тепленький ньют хорошая в принципе повседневная гамма но здесь есть и яркие сочные ягодные оттенки здесь есть и матовые и сатинчики и прям такие яркие металлики что касается текстуры вообще текстура у этих всех палеток color focus она очень мягкая прям настолько мягкая бархатная некоторые оттеночки крошатся поэтому в каждой наверное палетки есть какой-то такой крошащийся оттенок но пожалуй за исключением вот этой палетки ньют он ньют здесь как-то текстура всех этих рефилов менее крошащийся пожалуй из всех здесь нет сияшек которые сильно как-то хлопьями набираются здесь все более или менее как-то спокойный в плане цветов и в плане текстуры что касается пигментации неплохие матовые неплохие сияшки здесь есть такой оттенок который знаете матовые с блестками это вот этот оттенок он матовый с блестками то есть когда вы наносите свочите эти блесточки остаются в целом здесь нет каких-то супер интересных оттенков но вот именно эта цветовая гамма довольно комплементарно для карих глаз есть сияющий оттенок это вот такой оранжевый персиковый симпатичный вот этот но в целом каких-то супер ярких сияшек также ярких врыве глазных цветов здесь нет то есть ньют он и есть как бы ньют да палеточка оправдана вот этим названием дальше палетка которая оказалась очень многим интересно это night and day палетка в таком беленьком оформлении это палетка холодная здесь красивые холодные оттенки здесь есть матовые сатинчики яркие сияшки также присутствуют здесь в этой цветовой гамме а много таких знаете коричневых холодных сероватых оттенков очень прикольный вот этот оттенок он такой знаете сиренево-серо-бежевый это такой красивый сатиновый оттенок также здесь есть дуахром и да вот этот светлый оттенок дуахром он переливается из какого-то розового-голубого сине-фиолетовый но на самом деле не уникальный оттенок но очень классно искрящийся блестками также здесь есть красивый безусловно дуахром но тоже не уникальный он знаете переливается в такой зеленовато-сине-розовый на такой бордово-коричневой подложке очень красивый у него вообще без проблемная текстура он отлично переносится также неплохой матовый черный здесь также есть оттенки которые но они не матовые вот эти например оттенки они сатиновые но по факту если их так знаете подтушевать они превращаются практически в матовый есть также такое желто золотистый оттенок вот эта палетка вообще тоже беспроблемная что палетка ньют он ньют ее можно назвать беспроблемной даже вот этот светлый оттенок его пожалуй можно назвать беспроблемным потому что например в палетке truth or dare которая вот я говорила что я от нее избавилась в ней тоже был какой-то вот подобный оттенок он был сильно такой хлопьями текстура была очень нестабильная здесь также в этой подборке есть палетка с такой нестабильной текстуры в одном из рефилов эту палетку я могу назвать абсолютно беспроблемный все вот эти оттенки они хорошо передаются не сильно крошатся но единственное что и какой еще минус во всех этих палетках даже если тени хорошо передаются они дают небольшие осыпания вот что матовые что сияшки небольшие осыпания все равно они дают это как-то неизбежно даже как бы я аккуратно не старалась нанести все равно сапожки есть поэтому прежде чем делать макияж лица лучше сделать сначала макияж глаз если вы хотите использовать эти палетки что дальше какая следующая палеточка of and stone это палетка в такой коричневой гамме но здесь есть акцентный такой зелененький оттенок также розовый дуахромчик матовые здесь очень неплохие конечно тоже немножечко они осыпаются при нанесении есть яркий такой золотистый сияющий оттенок также оттенок бежевый с каким-то с какими-то розовыми блестками очень красивый неплохой зеленый самый проблемный оттенок в этой палетке это вот этот светлый сияющий он прям набирается хлопьями комками очень плохо передается что пальцем его трудновато нанести что кистью здесь пожалуй уже нужно воспользоваться каким-то клеем для глиттера какой-то липкой подложкой просто на обычную базу либо на консилер он наносится очень плохо ну прям очень плохо вот что касается всех остальных оттенков их проблемными я назвать не могу все с ними нормально так что вот так имеется такие определенные до рефилы в этих палетках революшн про с такой текстурой что касается палетки rock and roll вот этого фиолетовый здесь нет таких проблемных рефилов здесь тоже есть дуахром который похож на дуахром из палетки беленькой night and day единственное его отличие от дуахрома из палетки night and day или как-то много дают на это он больше в зелененький уходит но в целом на различия между ними незначительны очень похоже просто супер шикарный вот этот вот насыщенный фиолетовый оттенок это практически металлик здесь пожалуй матовых то и нету здесь вот эти два оттенка можно подумать сначала что они матовый но на самом деле они сатиновый очень блеклый сатиновый то есть это не до сатин и не до матовые вот эти вот два оттенка также есть матовые с блесточками и другие сатиновые оттенки в целом тоже могу сказать что это беспроблемная палетка то есть получается что проблемка присутствует в палетке earth and stone и наверное пожалуй все вот эти три палетки они более как бы можно сказать легкие в использовании что касается макияжа я наверное попользовалась всеми этими палетками для того чтобы сделать этот макияж сейчас я вам кстати расскажу как я собственно этот макияж и делала вначале я воспользовалась палеткой nude on nude я взяла матовый бежево-персиковый оттенок растушевала его в складку для того чтобы пигмент проявился посочнее мне пришлось его понаслаивать затем я воспользовалась темным ягодным матовым оттенком я нанесла его в складку немножко на нижнее веко получается такой красивый ягодный оттенок но для сочности тоже его немножечко поднаслаивала затем я воспользовалась палеткой of and stone я оттуда взяла черный матовый оттенок я нанесла его во внешний уголок немножечко на складку и немножечко на нижнее веко потом из палетки rock and royal я воспользовалась ягодным сатиновым оттенком нанесла его на половину подвижного века он очень хорошо передается дает плотный сатиновый оттенок на веке далее из палетки rock and royal я воспользовалась сияющим сине-фиолетовым оттенком я нанесла его на центр нижнего века в качестве акцента также сатиновый фиолетовый оттенок я нанесла продолжение предыдущего на нижнее веко ближе уже ко внутреннему уголку потом из палетки night and day я взяла дуахром чик нанесла его на оставшуюся часть подвижного века отлично передается шикарный сияющий насыщенный дуахромный оттенок и из палетки night and day светлый дуахром я обильно нанесла на внутренний уголок очень красивый оттенок ну что дорогие друзья палеточки вот эти интересные конечно попадаются палетки с рефиль чиками которые имеют некоторые проблемки но вот пожалуй с проблемкой только от in stone но из всех пяти палеток самая проблемная была truth or dare вот ее я как бы продала хотя там шикарные сияшки но с ними нужно под заморачиваться вот единственный рефильчик проблемные есть палетки от in stone а все остальные я в принципе не могу назвать проблемными они шикарные хорошие хорошие текстуры конечно матовые в макияже я немножечко наслаивала для того чтобы они были более сочными все сияшки за исключением вот одной из вот этой палетки они отлично переносятся минус общий у всех этих палеток это небольшие осыпания в макияже то есть и у матовых и у сияшек осыпания присутствуют в остальном мне палеточки понравились если увидите по хорошей цене то можно брать также шикарный хайлайтер от латуаж его рекомендую что касается пудры golden rose вот этой шик бейкд паудр нюду лук то ну я бы не советовала вам брать ее потому что есть вариантики получше реально получше что касается уходовой косметики от мол джим то я бы рекомендовала попробовать потому что за не очень относительно дорогую цену можно получить качественный продукт подобрать именно с необходимыми компонентами для себя мне как бы мол джим нравится уже очень давно именно этим брендом я пользуюсь уже в течение нескольких лет периодически то одним продуктом то другим продуктом у меня были и разные сыворотки и крема и пилинг диски от мол джим так что этому бренду в принципе я доверяю все ссылочки оставлю в описании надеюсь это видео вам понравился но был для вас и интересным и полезным вы поставите ему лайк напишите комментарий если не подписан ну конечно же подпишитесь также подпишитесь на другие мои социальные сети и до новых встреч пока пока